Приветствую вас, Алёна. Я думаю, что ваш вопрос поставлен, ну, по меньшей мере, не совсем корректно, потому что вы не сможете перестать надеяться, да, если вы надеетесь. Потому что это невозможно. Невозможно перестать надеяться, если вы надеетесь. Поэтому идея в том, что если вы надеетесь, значит вы чего-то хотите. Идея в том, что если вы надеетесь, значит у вас есть желание. Идея в том, что это желание вам, ну, по большому счету, не позволяет быть свободной в этих отношениях с мужчиной. Как вариант. Как минимум. Потому что, ну, если вы чего-то от него хотите, да, то вы, по большому счету, зависите от человека. И это проблема, в первую очередь проблема для вас, потому что вы, как бы, приобретаете, да, статус такой, вы знаете, ну, более заинтересованного партнера, да, в отношениях, чем мужчина. Вот. Поэтому здесь вопрос, стоит ли надеяться доставлен некорректно, в силу того, что вы не перестанете надеяться, если вы этого детства, вы тоже делаете. Ибо надеяться зависит от ваших потребностей, которые не удовлетворены и связаны только с этим мужчиной, что является диструктивным моментом. Дальше. Значит. Что я могу сказать по поводу ваших отношений в целом. Давайте я вот сейчас вам зачитаю. Так. Встречались мы с три года. В три года, кстати, такой срок, переломный, когда люди либо расстаются, либо дальше у них получают что-то серьезное. Ну, очевидно, что вы находитесь на этом переломном моменте с очень сначала. Все было прекрасно. Жили, можно сказать, вместе. Так. Ну, то, что все было прекрасно, это хорошо. Вопрос в том, да, прекрасно для кого? Никого прекрасного. Для вас или для мужчины. Вы можете говорить по большому счету только за себя. Вот. Вы не можете говорить про мужчину никак. Вот. Дальше. Жили, можно сказать, вместе. Каждый день говорили, что любят, обцеплял комплиментами, заботился, помогал и тому подобное. В общем, замуж за жизнь. Конечно, ссорились и бурно ссорились. Вот смотрите. Начнем с того, что говорил, что любит, обцеплял комплиментами, заботился, помогал и тому подобное. Не совсем замужняя жизнь. Это скорее страсть. Замужняя жизнь, она куда более спокойная, выверенная. Вот. Экономная с точки зрения энергии и сил. Здесь вы говорите про страсть. Мне очень, на самом деле, тревожно тут в том, что вы именно так воспринимаете замуж. Замужняя жизнь. Вот. Понял? Какая страсть. Вот. Ну не совсем... Не совсем... Верно, не совсем адекватно, не совсем полно, вот. Понимаете, за мой взгляд, вот здесь, на мой взгляд. Дальше, значит, ссоры, из-за чего ссоры, это очень важно. Наша ответственность в ссоре особого внимания заслуживает, потому что, ну, вы делали вклад во конфликты. Он ушел в армию, я его дождал, у вас были разговоры про вас будете, и хотели создать семью, для чего, насколько семья важна вам или и ему. Были моменты, когда он пытался расстаться, но потом говорилось, что любит, сильно жить для меня не может, и все в этом духе. Опять же, похоже на страсть, непонятно из-за чего он с вами хотел расстаться. Дальше. Значит, все же мы расстались, он бросил резко несколько дней назад. Говорит, что все прошло, больше не любит, ничего не чувствует, вообще ни гнева, ни злости, ни любви. Говорит, что устал от отношений, и что не хочет быть вместе. Я спросил, это была любовь или влюбленность? Зачем вы спросили? Сказал, что влюбленность, но я не верю по всем признакам, что его поведение, это любовь, нет, по всем признакам и поведение, это страсть, а не любовь, а страсть, это есть влюбленность. Да. Скорее, что он просто оттолкивает меня, зачем-то говорить из-за недоверия. Но это, опять же, ваша дума, то есть вам больше внимания обратить именно на себя, а не на мужчину. Потому что, не важно, что у него там по чувствам, важно, что это не совсем надежный человек для вас. Была одна ситуация, но нет, это не измена, в общем, я дала ему время на размышления, какая ситуация была, не очень понятна. Напишу не зоню, вещь привозить мне не хочет, говори как-нибудь потом, и мне не дают на него приятность. За что вы, я так понимаю, цепляетесь? Подразумеваю, что это означает, что он хочет сохранить с вами мостик. Возможно, возможно, у него есть к вам чувства, и у вас к нему есть чувства, но вы их смешиваете, если хотите друг для друга, и если хотите для себя. Именно для этого вам нужен психолог, поэтому идеальным вариантом, если вы оба вместе обратитесь к специалистам. Дальше, эм, так, значит, эм, я его люблю очень, любовь растет с каждым днем, скорее растет по правилам, ну, да, в нем. Стоит ли надеяться, что в нем проснутся чувства? Нет, не стоит, надеяться вообще не стоит. Смерет, и следует как бы идти своим путем, путем своего собственного развития, своих ценностей и целей, с которыми не могут быть семья и детки, кстати говоря. Так, эээ, что он, и что он просто устал и запутался, что он просто устал и запутался, что надеяться на это, я вам говорил про надежду, я вам говорил. Потому что после армии он так и не привык еще, сказал, что в армии научился жить без меня. Ну, армия это проверка чувств, в данном случае проверку она не выдержала его. В общем, что делать не знаю, что делать, чтобы что? Скажу, что я его очень люблю, что есть любовь, что выкладывать, вот понятно. Это мой человек по жизни. Не бывает чьих-то людей. Люди это не вещь, не вещь. Поэтому здесь вот образ принадлежности тоже нужно рассмотреть более внимательно. Эээ, просто хочется услышать меня об этой ситуации, сказал, и да, про другую точно нет. Я знаю его, кто, как он меня. Но это самоуверенная история. Самоуверенная история насчет, насчет, насчет игрок, потому что десятки лет не хватает, десятки лет не хватает, чтобы людей узнать. Вот, полностью, а вы говорите здесь про три года. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Желаю вам всего самого доброго. И удачи.